Только не ребенок, пожалуйста. Только не ребенок. Только не сейчас, пожалуйста. Продолжение следует. Продолжение следует. Да, но у меня запись на два. Ну а сейчас-то без десяти три. Зашибись. Продолжение следует. Алло. Приветик. А я в поликлинике, я же тебе говорила. Да, тут такая очередь вообще. Не понимаю, зачем эта запись нужна? Я уж тут сорок минут сижу. А ты че? Ну? Да ладно. Юлька с вами? Только не ребенок, пожалуйста. Только не ребенок. Только не сейчас, пожалуйста. Ну что, Андрюш, заедешь за мной завтра? Посмотрим. Ну, чего ты такой мрачный? Ну, не знаю. Может быть, потому что у меня фара передняя не работает. А может, потому что ты беременна? Черт его знает. Что? Ты из меня дурака-то не делай. Ты почему скрывала, что ты беременна? Я ничего не скрывала. С чего ты взял? Взял? Вот просто так вот взял из ничего и придумал. Твои подруги мне сказали, что тебя часто тошнит на работе. У тебя появился аппетит и все такое. Андрей, ну что ты их слушаешь? Ну, тошнило и тошнило. Я отравилась. Ты тест сделала? Нет. Сделаешь тест. Если беременна, аборт. А лучше обратись к гинекологу. Ой, Андрей, господи, какой тест? Какой гинеколог? Какой аборт? Все нормально? Нормально? Что именно ты называешь нормальным? Это ненормально. Не надо никаких детей, ясно? Андрей, послушаюсь, довольно нормально. Я очень сильно тебя люблю. Но пойми, так будет лучше для нас обоих. Понимаешь, либо ты сейчас делаешь аборт и у нас все хорошо, либо ты рожаешь и у нас с тобой все плохо. Особенно у тебя. Мне этот ребенок не нужен. Да и тебе тоже. Тебе тоже. Так что только аборт. А насчет денег ты не волнуйся. Я оплачу все, что надо. Ты, главное, не тяни. Сходи в поликлинику, запишись на прием, узнай все, что надо, что там, как вообще. Все финансовые вопросы на мне, об этом не думай. Все быстро сделаем, все будет хорошо, никаких проблем. Договорились? Ну вот и славно. Ты уверен, что так надо? Так надо, милая. Так надо. Вы не подскажете, где здесь 3-й, 14-й? Это в той стороне. Вы пройдите прямо по коридору, а там направо. Угу, спасибо. Только бы не ребенок, пожалуйста. Ты так не хочешь ребенка, а? Я? Нет. Сейчас точно нет. Как ты можешь так говорить? Ты должна быть счастлива, если ты беременна. А я не знаю. Я, ну я не уверена еще. Волнуешься? Да. Я тоже. Ты знаешь, мы уже много лет с мужем мечтаем о ребенке. Он будет так счастлив, если результат окажется положительным. А ты? Я? А для меня это вообще будет самый счастливый день во всей моей жизни. Пей чай, пока не остыл. Мама, у тебя есть лимон? Нет, только цедония. Это был самый счастливый день в моей жизни. Ты не боялась рожать? В детстве, может, и боялась, а потом... Нет. Дети, это же счастье. Мам, слушай. А ты никогда не думала делать аборт? Да что это такое говоришь? Мне даже страшно подумать. Ты что, беременна? Ты чего? Нет, конечно. Я просто так спросила. Нет, такого у меня даже в мыслях не было. Ребенок это божий дар. И сделать аборт это значит отвергнуть его. Это большой грех. Убийство своего родного ребенка. Ладно, я поняла. И никогда, никогда не делай аборт. Какие бы ни были обстоятельства. Все это не важно. Родные помогут, мама поможет. Но убийство ребенка это самый страшный грех. Мам, что, хватит. Давай закроем эту тему. А кто последний сюда? Ой, Светка, привет. Привет. А здесь по номеркам все. А, хорошо. Как твой малыш? Все замечательно. Мы на восьмом месяце. Вот как? Как самочувствие? Ты знаешь, я за мужа переживаю. Он у меня весь на взводе. Закупился по полной программе. Коляска, игрушки, одежда. Ничего себе. Памперсов целую кучу накупил. Кроватку. Ну, какой он у тебя заботливый. Он-то у меня заботливый. Но что будет, когда ребенок родится? Это же бессонница. Не поговорить, не поспать. Даже не знаю, как он справится с этим. А ты? Ну, а что я? Я после родов возвращаюсь на работу. Так что первые месяцы муж будет с ребенком. Ничего себе. Ну, ты даешь. Аня, они там не думали наняться? Потому что... Как меня все достало. В днем орет. Ночью орет. Уже третий день не высыпаюсь. Ты похудел? Да нет. Что, Виталий все в порту работал? Да. В море идти не хочет. Говорит, пока дочь растет, отец должен быть рядом. Ну, молодец какой. Молодец? Молодцы, деньги в дом приносят. Виталик, не давай ей это. Она же куртку испачкает. А что, у вас совсем с деньгами так все плохо? Я тебя умоляю. Здесь завести ребенка вообще нереально. Умные люди давно уже уехали. Маринку помнишь со класса? Так вот она в Англию уехала и родила там ребенка. Ну, в общем, другая ситуация там. Государство помогает. Реально помогает. Ну, а чего вы не хотите уехать? Я думала. Я часто об этом задумывалась. Да только он против. Патриот, хрен. Да. Как кто так? Ну, в общем, так все достало. Просто нереально. Вот как я родила, мы сейчас ссоримся с ним по 10 раз в день. Понимаешь, сил уже нет. Еще его мама приехала. Она меня вообще терпеть не может. То ей не нравится, это ей не нравится. Че ей вообще нравится? Ума не приложу. Так что так. Достало все. У тебя зажигалка есть? Да. Знаешь, иногда кажется, что кто-то украл краски из моей жизни. Подожди, не доставай. Виталик, мы отойдем ненадолго. Просто иногда повеситься хочется. Вы куда? Курить, что ли? Боже, в туалет. Только вылезай, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Сумку можете там оставить. Ага. Фамилия ваша? Никитина. Рита Никитина. Анализы вы сдавали? Ага. Проходите туда. Раздевайтесь и ложитесь. Продолжение следует... ну как что как я не беременна нет вы не беременна рита как показали исследования и результаты анализов большая вероятность того что вы не сможете иметь детей будущем но вы главное не расстраивайтесь потому что современная медицина дает очень много альтернатив конечно стопроцентной гарантии вам никто не даст но можно попробовать в конце концов ребенка можно усыновить и многие люди так и делают и 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 Субтитры создавал DimaTorzok